Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками. Я в студии Анастасия Лакман. И вот чем запомнился день уходящий. Безопасность превыше всего. Готовы ли Березняковские школы и техникумы к визиту непрошенных гостей? Вдруг у тебя там будет. Сегодня наша съемочная группа проверила бдительность охраны учебных заведений. И года не прошло. Я так и думал, что ее скоро сломают. А гигантскую солонку на торговой площади уже почесали руки. И хобби на долгие годы, где в Березняках ребята постигают азы инженерных профессий. Я уже сделал две шлюпки, один вот на такой же резинке. И начнем с трагического события, которое шокировало без преувеличения весь мир. Накануне политехнический колледж в Керчи превратился в место кровавой расправы. Около полудня 18-летний студент ворвался туда с автоматом и самодельными бомбами. Сначала он забегал в кабинеты и расстреливал всех, кто попадался ему на пути. После активировал бомбу в столовой. А затем поднялся в библиотеку на второй этаж и покончил с собой выстрелом в голову. Мы просто бежали, потому что взрывались окна, везде были взрывы, слышно было ли, ну, была слышна стрельба. И мы просто бежали, потому что нам кричали, что все, короче, плохо. Жестокое нападение унесло жизни 20 человек. Среди них пятеро – сотрудники техникума, остальные – студенты. Большинству не было и 18-ти. В больницах Крыма до сих пор находятся больше полусотни человек. Трое в состоянии тяжелой комы. За жизни еще семерых врачи борются в реанимации. Сразу после нападения следователи возбудили уголовное дело по статье «Тиракт». Но после переквалифицировали его на статью «Убийство двух и более лиц», совершенное общеопасным способом. По предварительным данным, парень, лишивший жизни два десятка человек, не был связан с экстремистами. К трагедии привел бытовой конфликт. Между тем в Крыму объявлен трехдневный траур. Безопасность детей превыше всего. Эту руководители школ поняли еще в январе, когда на Пермскую школу 127 напали вооруженные ножом подростки. К счастью, тогда никто не погиб. Но дети на всю жизнь получили моральную травму. На этот раз ситуация повторилась на другом конце страны. Готовы ли Березняковские образовательные учреждения дать отпор при самом страшном раскладе? Усилены ли меры безопасности? Эти вопросы мы сегодня адресовали администрации города и вот какой ответ получили. После вчерашних событий в Керчи с руководителями образовательных учреждений были проведены внеплановые инструктажи о действиях при подобной сложившейся ситуации. Сегодня утром на адрес руководителей отправлены письма о дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз. Также внепланово совместно с Росгвардией проведены проверки работы кнопок тревожной сигнализации, сокращенно КТС. К слову, КТС проверяются в ежедневном режиме по два раза – утром и вечером. При экстренной ситуации по сигналу приезжают бойцы Росгвардии. Все красиво на бумаге, да забыли про охранников на входе. Так можно перефразировать итоги эксперимента, который сегодня провела наш корреспондент Евгения Кокшарова. Съемочная группа ТНТ попыталась проникнуть в несколько техникумов и колледжей нашего города. Что из этого вышло, смотрите далее. Сегодня в нашем эксперименте нам поможет корреспондент проекта «Новая смена» Илья Ведерников. Илья, ну что, ты готов? Да. Тебе предстоит пройти в учебные заведения нашего города и для пущей подозрительности мы дадим тебе рюкзак. В рюкзаке, предназначенном для съемочного оборудования, действительно ничего нет. В портфеле Ильи учебники. И так первым делом наш засланный казачок отправляется в медицинское училище. Я к сестре пришел. Я к сестре пришел. И что? И что? Вот, ну и ждите, вот там или где-нибудь там. Что у вас за это? Тяжело так несете? Страж порядка сразу обратил внимание на рюкзак. Раскрываем карты. Но нашу съемочную бдительный мужчина тоже не пускает на порог. Все, съемку не надо, все. Запрещено. Школьнику с портфелем и даже с двумя портфелями легко затеряться в толпе студентов. И Илья пытается попасть в техникум профессиональных технологий. Здесь турникеты почему-то всегда горят зеленым, однако у сотрудницы охраны глаз алмаз. А я пришел. К брату пришел я. Где брат? Где-то здесь он сказал. Треба прийти и подождать его. Ну, как он сказал подняться вверх. На какой бед? На второй этаж. Зачем? Передать по телефону. Ну, кто там был? Информационной бомбы в этих стенах не получилось женщине-охраннику за бдительность плюс. Не пропустили, потому что он здесь не наш. Он же не наш, мальчик. Вы всех своих студентов не знали? Конечно, мы знали здесь. А это после вчерашнего только случая? Нет, нет, все узнали. Третья точка – строительный техникум. И тут эксперимент проваливается. Куда пошел? Туда, наверх. Что ты не все что кодишь? Это портфель надо брат отнести. Брат отнести. Так, у тебя есть скамейка. Хорошо. В легенду охранник строительного техникума не верит. Просит открыть подозрительный рюкзак. Убедившись, что все в порядке, советует Илье позвонить брату. Но внутрь не пускает. Но такие ответственные охранники работают не во всех корпусах техникума. Вот другое здание. Бывшее 40-ое училище теперь тоже относится к строительному техникуму. И тут на пути к своей цели Илье никто не строит препятствий. Спокойно прошел на второй этаж. Никто не остановил. Заходим с камерой и знакомимся с местным охранником. А кто здесь отвечает за безопасность? Ну, я отвечаю. Ну, вот у него же могло быть здесь оружие. Они у нас ходят с рюкзаками, носят там на физкультуру. Ты здесь учишься? А зачем ты прошел? Кто тебе разрешил прийти? Это редакционное задание. Это наш эксперимент. Вы понимаете, я потому что отошла, тут сидела девушка мастер. Пока я уходила. Никого не идет. Зашел, пусто было. Спокойно прошел наверх. Нет, так не бывает. Просто очевидное невероятное. Позже сотрудница все-таки вспомнила. Отошла на пять минут и для убедительности показала тревожную кнопку. Бережно спрятанную в небольшую баночку. Впрочем, наши техникумы оснащены по полной программе. Вот музыкальное училище. На входе и турникет, и металлоискатель, и охранник, которому наш тайный агент странным не показался. Спокойно прошел, но у них тут какой-то металлодетектор вообще-то. Кто-нибудь вызвал у вас подозрения? Почему так произошло? Не знаю, почему. Вы как, не обращаете внимания? Почему не обращаете внимания? Он, может, вместе с нашими заскочил? Может быть, я не заметил. Совсем незамечательный охранник. Да и металлодетектор, похоже, здесь стоит для красоты. Просто в данный момент пока не подключен. Не подключен, да, металлодетектор? Нет. Мужчине предстоит серьезный разговор с директором училища. Ну а мы подводим итог. Счет 3-2 в пользу безопасности. Однако ученик 3-й школы Илья сделал вывод. В родных пенатах как-то спокойнее. По моему мнению, безопаснее, конечно, много в школе. И мне кажется, там экспансируют. В каждой школе уже турникеты. И пройти уже не так просто, на самом деле, да. Если тебя пропускают, то только если ты предоставишь пропуск из другой школы. А так не пустят. А здесь пропусков не нужно? Здесь, да. Здесь спокойно проходишь. И мало ли кто тебя знает. А надеются, что учебные заведения укрепят свои позиции на входе. Евгения Кокшарова и Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. К другим темам. С тех пор, как на торговой площади установили новый арт-объект, солонку высотой почти 5 метров не прошло и недели. Однако этого срока вполне хватило березняковцам для того, чтобы успеть приложить к ней руки. Судя по валяющимся в округе шарикам, березняковцы хотят узнать, настоящая ли соль находится в солонке. Так вот, уважаемые вандалы, для того, чтобы это проверить, вовсе не обязательно ломать городскую достопримечательность. Внутри, как видите, не соль, а силикагель. Но если ваши руки все-таки чешутся потрогать чудо-шарики, рассказываем, как это сделать без ущерба городскому облику. Точно такие же можно найти в любой коробке с обувью. Они спрятаны в бумажные пакетики, которые наверняка не раз видел каждый. Кстати, в том, что любопытство некоторых людей все-таки перевесит здравый смысл, местные жители даже не сомневались. Все нормально для города. Для нашего города это нормально. Я так и думал, что ее скоро сломают. Уже началось сломание. Безусловно, в ближайшее время администрация примет меры и вернет в солонке ее первозданный вид. Но надолго ли этого хватит – большой вопрос. Должны сами каким-то образом наблюдать, чтобы хулиганы... То есть жители должны как бы... Жители, да, быть более ответственными, да. Тех же вандалов, кого не остановили небезразличные люди и моральные принципы, накажет уголовный кодекс. Так в Перми накануне уже нашли человека, который изменил легендарную надпись на набережной «Счастье не за горами» на «Смерть не за горами». Если быть точнее, он сам явился в полицию с повинной, узнав о том, что его разыскивают. Мера пресечения для вандала сейчас избирается. Это может быть не только штраф до 40 тысяч, но и исправительные работы сроком до 300 часов. Также напомню, что такое уголовное наказание настигает преступника уже с 14 лет. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками. А когда на трассе Пермь-Березники появится кольцевая развязка и где в нашем городе можно будет бесплатно позаниматься фитнес-зумбой, расскажет моя коллега Елена Суханова в традиционной рубрике «Новости коротко». В следующем году на ремонт и строительство дорог в Прикамье будет выделено около 13 миллиардов рублей. В числе крупнейших объектов реконструкции на ближайшую трехлетку оказалась и Пермская трасса. Там даже планируют обустроить еще одну кольцевую развязку. Правда, в каком именно месте, пока не сообщается. А тем временем правительство страны приняло решение ужесточить правила повторной выдачи водительских прав после лишения. Уже с 20 октября всем, кто захочет вновь сесть за руль, придется сначала расплатиться с долгами по штрафам. А тем, кого лишили удостоверения за вождение под шофе или в состоянии наркотического опьянения, теперь придется проходить еще и дополнительное медицинское освидетельствование. И в завершении немного о танцах. С этой недели каждое воскресенье всех желающих приглашают на бесплатные занятия по зумбо-фитнесу. Организаторы отмечают, программа занятий адаптирована под людей любого возраста. Танцевать под зажигательные мелодии смогут даже пенсионеры. Так что приходите каждое воскресенье в 14.30 в КДЦ. И не забудьте взять с собой спортивную форму и обувь, и по желанию воду. Новости коротко подготовила Елена Суханова. А сейчас информация для тех, кто планировал в ближайшее время обновить бытовую технику. Хорошая новость. Ждать новогодних скидок не придется. Уже завтра в городе пройдет ночь распродаж в одном из магазинов города. Устали ждать больших скидок на бытовую технику и электронику? Только с 19 по 20 октября. С 18.00 в Березняках пройдут ночи суперскидок. До 50% на технику и электронику. Скидки распространяются как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей. Успевайте! На время проведения акции стоимость стиральной машины Беко снижена на 5000 рублей. Приходите в Сатурн и забирайте ее за 11 990 рублей. Также вы можете приобрести LED телевизор Samsung диагональю 81 сантиметр по специальной цене 15 990 рублей, сэкономив при этом 4 тысячи. Впрочем, вы во всем убедитесь сами с 19 по 20 октября на ночи суперскидок в Сатурне. По адресу Березняки, Челюскинцев, 12, городской рынок, торговые ряды, 2 этаж. А если вы хотите приобрести товар по выгодным ценам ночи суперскидок, не выходя из дома, для вас действует акция и в интернет-магазине Saturn59.ru. Обратите внимание, предложение распространяется не на весь ассортимент, количество товара ограничено, поэтому советуем вам приходить заранее. Более подробные сведения о проводимой акции вы можете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8 800 753 29. Приходите на ночи суперскидок в Сатурн и экономьте, пока другие спят. Евгения Кокшарова, новости Верхникамья. В Березняках прошел чемпионат края по судомодельному спорту, который собрал больше 50 участников со всего региона, чьи судна оказались быстрее и точнее. О спорте, который больше похож на творчество. Сюжет Екатерины Кравцовой. Первыми стартуют судна с резиномотором. Такие модели движутся за счет возвращающей силы закрученной резины. Здесь в первую очередь важна точность запуска. Самодельный корабль должен попасть ровно в цель. Любое отклонение от центра – минус 10 баллов. Пока одни участники стартуют, другие готовятся. Пришло время для кораблей с моторами. Внутри у меня лежат разные провода, моторчик, три батарейки. То есть ты все это изобрел сам? Да. Я уже сделал две шлюпки, один вот на такой же резинке. Сделаю это, доделываю на резинке, только уже длиннющие, как вот эти. Все судна, которые участвуют в чемпионате, сделаны руками этих мальчишек. Каждый вложил в модель все знания за год. Полученные навыки обязательно пригодятся ребятам в будущем, даже если они забросят судомоделирование. Здесь можно научиться черчению, делу столяра, певице, шкурить и так далее. Я собираюсь сделать бисмарк. Он очень большой, очень длинный, но он тонкий. Уже знаешь, из чего будешь делать? Пластмассу, конечно. В Березники на чемпионат края съехались полсотни участников. Организаторы отмечают, что судомодельный спорт теряет былую популярность среди школьников. А зря. Ведь именно здесь, в игре, мальчики получают азы популярных и востребованных инженерных профессий. На этих кораблях ребята прежде всего учатся работать руками. То есть пилить, строгать, аккуратно красить, выполнять несложную пайку. Ну а потом дальше, если ребятам долго нравится, долго занимается, они уже строят очень классные, серьезные модели для России, для даже международных соревнований. А вот во что может вылиться увлечение судомодельным спортом. Это точная копия американского торпедного катера времен Второй мировой войны. Сделана березняковцем. Работа воспитанника местной судомодельной школы уже трижды становилась чемпионом не только Пермского края, но и России. Вот и на этот раз, по итогам всех заездов, наша команда оказалась точнее и как результат переходящий победный кубок вновь остался в березняках. Заслуженные победы поздравляют Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекамья. А за нашими следующими героями тоже интересно понаблюдать. Пусть в вальсе они не кружатся, зато отлично поднимают настроение и большим, и маленьким. В мир забавных и мохнатых сегодня окунулась Екатерина Кравцова. Безумно милые и трогательные создания. За ними можно наблюдать бесконечно. Обезьянки шаг за шагом исследуют новую территорию. Не стесняются и гостей, которые пришли сегодня с ними познакомиться. Животные, они милые такие. Кто тебе посадил вообще на голову ее? Наши мазорезки не на голову. Эти обезьянки хоть и не в джунглях, но и не в клетках. Так у жителей нашего города больше возможностей с ними подружиться. А если их еще и угостить чем-нибудь вкусненьким, то это любовь навсегда. Прийти интересно с малышами. И детям интересно, и обезьянки интересны. И маленькие, и большие. Шикарно, что можно пообщаться с ними, погладить. Это очень здорово. Мы пришли с детьми, во-первых, увлекательно очень, им интересно. Контактный зоопарк отличается от обычного не только свободным доступом к животным. В нем работают специалисты, которые научат родителей и ребенка правильному поведению при общении со зверушками. Расскажут о них много нового и дадут малышу покормить и даже погладить питомцев. Мне понравилась маленькая обезьянка. А почему? Потому что она хорошенькая и миленькая. Попугай по нами у себя, потому что он летает. А ты ни разу не видела? Нет. Но он большой или маленький? Да, большой. Говорящий попугай Ара. Редкие виды рептилий и много всего интересного ждут вас на третьем этаже торгового центра Orange Mall. Выставка будет работать с 17 октября по 4 ноября. Успевайте подарить хорошее настроение себе и своим детям. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхнекамья. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат от сушибара Васаби номиналом 1000 рублей. И это все, о чем мы сегодня успели вам рассказать. Далее прогноз погоды. С вами была Анастасия Лакман. Всего доброго и хорошего вечера.